всем привет друзья сегодня на обзоре у нас автомобиль из игры snow runner это колоб 74 941 он основан у нас на сидельном тягаче mzgt 74 1350 белорусского производства по сравнению с реальным прототипом он модели в игре изменилась решетка радиатора бампер клубовое стекло младшим собратом является в игре колоб 70 74 760 данный автомобиль это медленный и неуклюжий титан который практически невозможно остановить несмотря на низкую скорость его двигатель развивает огромный крутящий момент что позволяет приводить тяжелые грузы в чрезвычайно суровых условиях а массивные шины позволяют без особого труда продлевать грязь и снег хотя у машины есть полный привод и блокировка их редко понадобится включать из-за большого крутящего момента и гигантских шин кроме того у данного автомобиля большой дорожный просвет повышающего проходимость по бездорожью у 74 941 скудный выбор модули кузова доступно только высокое седло позволяющие перевозить только сверхтяжелый прицеп или тяжелый низкорамный прицеп и так давайте пройдемся по тюнингу какой у нас есть для этого автомобиля и так двигатель 3 двигатель на выбор максимальный ну самый мощный это а плюс но расход топлива становится c далее коробка можно поставить любую под широкого назначения двигалась на как давайте широкого назначения так активная подвеска у нас имеется шины оставим стандартные лебедку можно поставить тяжелую двухмоторную дифференциал подключаем и всегда с ним нельзя шноркель шноркель на ставится справа на кабине соответственно как короткие так и длинные можно поставить нам соответственно длинный ставим модули кузова только высокое седло больше ничего нельзя далее передняя сторона изогнута козырек 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 ну давайте такой передний бампер решетка или укрепленный давайте решетку поставим также можно поставить двойные высокие маячки заводские маячки маячки малостояночные 4 клаксона аж можно поставить два тройные клаксона и маячки просто противотуманкой на крыше по выхлопным трубам у нас стандартные далее развернутые и насадки просто вверх ну развернутая прикольно кстати выглядит по цветам здесь у нас полностью окрашивается весь кузов с бамперами подкрылками и тому подобное не окрашивает стока рама и элементы подвески ну и шины конечно же и различные цвета у нас имеются но мы оставим стандартный и поехали уже на улицу вот так у нас автомобиль различаются по высоте на стандартный и на активной подвески которая поднята вверх давайте посмотрим салон салон выглядит довольно приятно видно что достаточно современно у нас идет полностью приборная панель далее консоль и всякие переключалки свет тут дворники какие-то показометр непонятные непонятно что написано давление какое-то возможно тормозная система здесь у нас имеется воздуховой до климатической установки это что-то типа она собственно сама установка и вот это я не занимается может быть схема управления коробка передач но возможно только я саму к собственно коробку передач не вижу возможно на автомат здесь так карты дверей ручка открывания ручка для чтобы держать дверь а вот типа подъемники и не вижу есть или нет ни кнопочек не вижу не крутилок не вижу здесь видно бардачок по крыше у нас какие-то там полно не всяких ниш различных имеется плафон спереди сзади посадочных мест кстати у нас получается что 8 аж в этом автомобиле сзади тоже кстати двери машина действительно кабину нее огромная так и сейчас переключим на ночь посмотрим светотехнику и так ночь заводим двигатель включаются у нас освещение сзади горят габариты почему-то с она тоже где-то типа тоже габаритные огни так стопы находится в габаритах лампа заднего хода находится сзади аж две штуки освещает принципе неплохо но уже к заднему колесу заканчивается ее действие ну что ж погнали на полигон и так и первым испытанием у нас будет подъем в гору с попробуем подняться машина конечно шины такие не предназначены для асфальта поэтому машине возможно будет тяжело понижайку тогда включим и полностью блокер днем еще колес точнее дифференциал ну собственно да одно и то же еще сказал ну пока едет это не может не радовать ну вот и добрались до верха отлично можно идти на следующую дорожку следующая дорожка это гравиевая думаю будет немножечко полегче автомобиля но придется все равно включать понижайку все отлично машина спокойно заехала наверх спускаемся и едем на третью дорожку это третья дорожка будет грязевая ну я думаю что особо проблем не возникнет у данного автомобиля но очень хорошо конечно едет все 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 три дорожки прошли и теперь поехали в грязь итак здесь сразу поедем на четвертую дорожку чтобы просто так не гонять по всем остальным ну и в принципе потихонечку то он едет до цепляет там бампером всем чем можно подвеской и тому подобное но едет продолжает движение поэтому он эту дорожку пройдет поехали на брод и так проверяем брод и первый бассейн быть не такой глубокий залазим в него при этом показалось надпись уже на так в принципе нормально вылазим и глубокий брод должен быть там уже не по силам до наносит урон водой надо чинить и проезжать хотя погоди сейчас он то наносится то не наносится тоже как-то странно вот где-то вода где-то на грани находится ну понятно что со шноркелем под крышу нам это вообще будет не страшно за чем-то реверс включил случайно так и поехали посмотрим на максимальную скорость и так ход назад 13 пониженная 8 повышенная ну где-то по 13 и автомат примерно 26 с половиной держится и на такой скорости нас повреждение составляет 59 очков и давайте посмотрим теперь уже на улучшенную версию этого грузовика и так проверяем прокачанную версию скорость назад 13 пониженная передача 9 пример 89 и автомат 38 я видел ну и соответственно урон плюс-минус такой же как там и давайте посмотрим на подвеску как она машина проходит все остальные испытания и так тест подвески на заво начинаем со скальной породы заезжаем и так далее это камни здесь уже потяжелее они мешаются ерзают туда-сюда и камни с водой что застрял то давай едь так далее едем на мелкие препятствия и так залетаем на мелкие препятствия и подвеска отрабатывает неплохо действительно неплохо и так же на скручивание смотрим будто рамы что-то не скручивается совсем но двигатели имеют хорошие как сказать хороший ход подвески наверное и отдувается за весь корпус у которого нет внешней розетки так ну и посмотрим что здесь будет ударяется с весом отъем но на ну вот в принципе прошел очень даже неплохо и поехали посмотрим на ходы подвески и так смотрим на ходы подвески вот пожалуйста ход подвески был достигнут на передней передней подвески ну кстати жопа стоит более-менее на вот и ход передней подвески вот задней зажатое состояние здесь разжатое можно подумать и точнее можно сказать что она тоже уже висит конечно задняя подвеска немного более жесткая чем передняя ну тем не менее это не спасает вообще никак итак что уже можно сказать подвести какой-то итог по автомобилю автомобиль у нас в классе тяжелых это такой тяжелый большой вездеход который проедет просто везде по любому дерьмо но есть пару нюансов нюансов это его первых его огромный связь то есть сюда еще более чем но можно было бы запихнуть даже колесо еще одно еще одну ось это первое второе у нас доступно только высокое седло а значит мы можем тягать только какие-либо прицепы которые ну там нам даны по заданию либо либо я даже не знаю что еще можно варить на тяжелом прицепе обычно все ой на высоту на принципе с высоким седлом обычно все нарезка с низким седлом все обходится вот а так машина довольно ультимативно если нужно преодолеть какую-то непонятная местность где остальные застревают и это может вполне себе комфортно ехать опять же только нужно учитывать что передним с весом можно куда-то зацепиться задеть и тому подобное то есть это нужно все немножечко разведывать ну а на этом у меня все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте ставить комментарии увидимся в новых видосах и стримах всем пока